Что не стройка, то конфликт. Строительство нового девятиэтажного дома в центре города началось с вырубки зеленых насаждений. Такое положение дел не устроило жители улицы Тулепова. Народ вышел на митинг. Они требуют остановить варварские по отношению к природе действия. О непростом споре горожан с бизнесменами расскажет наш корреспондент. Наши требования. Прекратил он, чтобы подрезку деревьев. Все, до выяснения обстоятельств. Жители улицы Тулепова уже несколько дней выходят на стихийный митинг. На этом месте должен появиться девятиэтажный дом. Застройщик, компания Матанстройгрупп, уже вырубил 24 дерева, подсчитали местные жители. По их словам, все это незаконно. Разрешение на вырубку, выданное Акиматом, просрочено. Начали не вырубать деревья. Когда они начали, присутствовала милиция. Мы посмотрели документы, у него просрочено. Все дело в том, что в апреле прошлого года прежний порядок вырубки деревьев отменили. Новое постановление в Маслехате пока не разработали. Отсюда и спорная ситуация с документами, говорит застройщик, пытаясь оправдать свои действия. До сих пор нашим Маслехатам не утверждены правила по вырубке деревьев. Конечно, мы обращались, когда у нас просрочились они. То есть, теперь получается, пока не утвердятся правила, как бы официально Акимат разрешение выдает. Но нами получено разрешение до 1 сентября 2012 года. Мы просто не успели их вырубить, эти деревья. Уплачен бюджет госпошлина, которая положена. То есть, как таково, мы это... Вопрос чисто технический, то, что мы затянули с вырубкой. Днем ранее на строительную площадку наведывались местные власти. Представители Акимата имени Казбек-Би спор не решили. Лишь на время приостановили работы. Говорят, до выяснения обстоятельств. Раз вы уже все это обратились, давайте тогда мы официально дождемся, когда мы это все просмотрим и официально дадим ответ. Вы все работаете, все приостановлены, правильно? Ну, на этом тогда, наверное, и закончим. Но не в деревьях одних дел, за которыми больше 20 лет местные жители так старательно ухаживали. Само строительство вызывает сомнения у горожан. По их мнению, новостройка неуместна в этом районе. После возведения дома здесь могут появиться коммунальные проблемы. Я просто обращаюсь к местным органам власти. Прежде чем давать разрешение, нужно было спросить мнение населения ближайших домов. А не так, тупо, извиняюсь за выражение, подписывать все документы. Почему бы не строить за пределами города? Почему именно в центре города, где уже инфраструктура сформирована, здесь школа, здесь уже люди живут. Сейчас проблемы начнутся с теплом. Я сама председатель КСК. Сейчас проблемы начнутся с электроэнергии. Мы с этим боремся. Понимаете? Девятиэтажка, то есть она высокая. К нам солнце сейчас, на квартиру, в квартиру, будет светить после обеда. То есть она оттуда сейчас перейдет сюда. И вот тогда, в это время у нас только появится солнце. Это летом. Зимой, то есть оно вообще не дойдет, и у нас нет света. Между тем, застройщик готов пойти на мировую. И даже взамен всем грядущим неудобства предложил жителям свои условия. Мы можем посадить эти деревья в другом любом месте, где они сейчас нам покажут. Мы предлагаем благоустроить им площадку. Не просто площадку детскую сделать, а сделать хороший мини-парк, аллею. Но решительно настроенных жителей, близлежащих улиц, не переубедить. В сладкие обещания они не верят. Все требуют официальных документов, чтобы обещанное не осталось на словах. Как и когда решится конфликт застройщика с горожанами, неизвестно. Тем временем местные жители собираются подать на строительную компанию в суд. Ирина Камышо, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.